Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это 21-я серия из цикла истории о татаро-монголах. Из прошлой серии мы узнали, что Кутуз решил выдвинуться из Египта в Палестину для сражения с татаро-монголами. Мы упоминали о мотивах, сподвигших Кутуза на это. Он считал это личной ответственностью, долгом и обязанностью по отношению к притеснённым мусульманам в Палестине, Сирии, Турции, Ираке и в других странах мусульман. И что необходимо освободить каждую пять с земли мусульман, даже если это не в родном Египте. Кутуз повёл армию в направлении Палестины через Синайский полуостров. Этот поход состоялся в июле 1260-го года по Григорианскому календарю, что соответствует месяцу Шахбан 658-го года по хиджре. Поэтому погода стояла жаркая, что напоминало о годовщине битвы при Табуке, джихади мусульман и их славных легендарных победах. Кутуз подошёл к Палестине, нейтрализовав до этого, как было сказано, крестоносцев в могущественном княжестве Акка. Он договорился с ними о временном перемирии, чтобы они не выходили из своих крепостей, пока мусульмане не завершат сражения с татаро-монголами. Кутуз двигался во всеоружии. Что это значит? Армия двигалась в такой форме, которой в любой момент могла встретить врагов. Если вдруг произойдёт внезапная атака на исламскую армию, она была готова к сражению. Авангард на своём месте, правый фланг на своём месте, левый фланг, главные силы, ариргард, тыл, всё было упорядочено. Армия шла в полной мобилизации, так как будто она уже на поле боя. Всю дорогу они были на чеку. Кутуз использовал все средства, да помилует его Аллах. Он придумал новый, незнакомый до силы метод построения армии. Он полностью отделил авангард армии от остальных сил. Сам авангард был увеличен, и в нём находились лучшие группы мусульман. Руководить этим войском он назначил Рукнуддин Абийбарсе, да помилует его Аллах, лучшего полководца в исламской армии. Он назначил его командиром этого отряда, увеличил количество воинов авангарда и отделил его от остальной армии. Какова была цель этого? Цель заключалась в том, чтобы монгольские разведчики, патрулирующие дорогу. Увидев авангард, посчитали, что это и есть вся армия, и основываясь на этом небольшом количестве воинов, татаро-монголы начнут строить свои планы. В то же время он выбрал лучших воинов, самых искусных воинов и командиров для этой группы, для того, чтобы если ей вдруг придётся вступить в бой с татаро-монголами, она могла бы одержать верх, хотя бы временно, что в свою очередь несомненно поднимет боевой дух мусульман и окажет отрицательный эффект на моральный дух татаро-монголов. В Газии находилась небольшая пограничная застава татаро-монголов. Основная часть монгольской армии базировалась в долине Бекка, в Ливане, на расстоянии около 300 км от Газы. Когда Кутуз, да помилует его Аллах, пересёкший египетско-палестинскую границу, вместе с армией с идущим впереди авангардом, прошёл мимо городов Дейр-аль-Балах и Хан-Юнис и вплотную приблизился к Гази, монгольские разведчики обнаружили мусульманский авангард. И ровно как и планировал Кутуз, да помилует его Аллах, они посчитали, что это и есть вся исламская армия. Тогда монгольские пограничники вступили в бой с авангардом мусульман. Мусульманский авангард показал себя крайне уверенным и вступил в один из величайших сражений мусульман, хоть даже само сражение было простым и небольшим. Мусульмане одержали в нём сокрушительную победу над татаро-монголами, часть из которых была убита, а остальные сбежали в сторону севера. С донесением Кит-Буге, находившемуся в долине Бека, что мусульмане пришли воевать с татаро-монгольской армией. Хоть это и было небольшим достижением, эта победа сильно подняла боевой дух мусульман. Некоторые историки очень принижают значение этого сражения в Газе. Однако, субханаллах, это было одним из самых блестящих сражений в истории ислама, несмотря на то, что само сражение было небольшим и длилось не больше пару часов. Почему? Потому что оно сломило тот психологический барьер, который был у мусульман. Они говорили, если тебе кто-то скажет, что татаро-монголы терпят поражение, то не верь этому. Такая ходила молва в исламских странах. Сейчас же, если тебе кто-то скажет, что татаро-монголы терпят поражение, ты поверишь этому. Вот они потерпели поражение в сражении при Газе, хоть это и был небольшой локальный бой. Мы не умаляем значимости таких мелких побед. Мы не преуменьшаем их значение. Ведь они положительно сказываются на армии мусульман и отрицательно на армии их врагов. Группа спасшихся бегством солдат вернулась к Китбуге и доложила ему об исламской армии, идущей с юга, и что она одержала победу в сражении в Газе. Китбуге был вне себя от ярости. Он тут же мобилизовал свою армию и решил пойти сразиться с мусульманами. Больше всего Китбугу бесило то, как мусульмане вообще могли подумать о войне с татаро-монголами. Субханаллах. Будто бы те, кто противостоят оккупации, не правы в том, что они сопротивляются. Будто бы тот, кто поднял меч, чтобы защитить свою честь, своих детей, свою семью, свой город, свою родину, и всё святое для него, совершает большую ошибку, когда делает это. Правильнее всего будет то, чтобы люди подняли свои руки и полностью подчинились воле татаро-монголов, которые завоевали земли мусульман. Китбугу со своими воинами шёл и задавался вопросом, кто это может быть такой, кто поднимает знамя джихада против него. Куттуз, да помилует его Аллах, вместе со своей армией направился в сторону Средиземного моря. Он прошёл мимо красивых мусульманских городов, таких как Яффе, просим Аллаха о её освобождении. Вы должны знать город Яффе, непосредственно к северу от него сейчас находится город Тель-Авив. Он прошёл мимо этого города, Яффе. Он прошёл мимо городов Туль-Карм, Ашкелон. И был уже совсем близко к Акке. Естественно, он не хотел встречаться с татаро-монголами вблизи Акке. Но он хотел удостовериться, что договор, заключённый мусульманами с крестоносцами, всё ещё в силе. Ведь если крестоносцы нарушат его, мусульмане окажутся между татаро-монголами и крестоносцами, как между молотом и наковальней. Он пришёл сюда и отправил делегацию из эмиров мусульман в Акку, чтобы удостовериться, что они продолжают держать своё слово. Крестоносцы убедили их, что они верны договору. И что они не собираются вступать в бой на стороне татаро-монголов. Мусульманская делегация вышла из города и прибыла к Кутузу, да помилует его Аллах, который разбил свой лагерь к востоку Акке на равнине окружавшей их княжество Акка. Когда они прибыли, они сказали ему нечто удивительное. Они сказали, это наш шанс. Когда мы вошли, стало ясно, что княжество Акка сейчас – это строго исключительно военный взгляд самых лучших военачальников Кутуза, да помилует его Аллах. Княжество Акка сейчас находится в очень слабом состоянии. Будь то крепости или стены города, которые уже очень давно не восстанавливались, будь то воины, будь то моральный дух – всё. Это очень хороший шанс взять Акку. Что же ответил Кутуз, да помилует его Аллах? Он дал строгий, ясный и однозначный ответ. Мы не нарушаем договоры. Аллаху Акбар, взгляните на Кутуза, да помилует его Аллах. Он сам лично пошёл на то, чтобы заключить временное перемирие с крестоносцами, пока не решится вопрос с татаро-монголами. Сейчас он не хочет нарушать договорённость с крестоносцами. Хотя этот мусульманский город был завоёван уже больше 166 лет. И хотя сами крестоносцы уже не раз нарушали договора. Ведь сам Людовик IX собирался завоевать Египет, хотя ранее был принят пакт о 10 лет ненападении на мусульман. Несмотря на это, Кутуз продемонстрировал ясную исламскую истину. Политика в исламе регулируется высоким исламским нравом и этикой. Мы не нарушаем договоры. Он остался верным своему слову даже по отношению к крестоносцам, которые уже очень давно находятся на захваченных ими мусульманских землях. Кутуз, да помилует его Аллах, начал подыскивать локацию, на которой произойдёт великое и легендарное сражение между ним и армией татаро-монголов. Он отошёл на юг и нашёл, что лучшим местом для сражения с татаро-монголами будет долина под названием Айнджалут. Долина Айнджалут находится посередине между двумя городами Бейтшеан на севере и Наблус на юге. Город Бисан находится примерно в 20 километрах к северо-востоку от Айнджалут. Что из себя представляет долина Айнджалут? Если вы взгляните на долину Айнджалут, то в военном плане это был прекрасный выбор для сражения. Просим Аллаха освободить её. Сейчас она, конечно же, оккупирована евреями на землях Палестины. Долина Айнджалут похожа на лошадиную подкову. Она открыта с севера и окружена холмами с востока, запада и юга. Это довольно высокие холмы, покрытые деревьями, лесом. Это место просто идеально подходило для засады и ловушек. Вся исламская армия могла скрываться на этих холмах и оставить вход с севера открытым, чтобы заманить монгольскую армию и устроить сражение в этом месте. А затем окружить татаро-монголов всей армией. Было выбрано это место, и интуиция Кутуза, да помилует его Аллах, не подвела его. Именно в выборе и определении места сражения заключается уже половина победы. Кутуз, да помилует его Аллах, начал подготавливать свою армию в этом месте. И было очень удивительно, что до сих пор татаро-монгольская армия всё ещё не прибыла в Айнджалут. Ведь если взглянуть на карту, мы увидим, что расстояние между долиной Бека и долиной Айнджалут составляет около ста километров. Татаро-монгольская армия должна была пройти этот путь за два, максимум за три дня. Татаро-монгольская армия же проделала этот путь за целый месяц, дорогие братья. Целый месяц Китбуга, большой, опытный, искусный полководец шёл со своей армией, которая покорила почти весь мир, тяжёлыми и медленными шагами. Он никогда в жизни не представлял, что мусульмане сражаются, держа в руках мечи. Он всегда видел лишь спины мусульман. Он видел, как мусульмане бегут, видел, как они спасаются, охваченные страхом, видел, как они вручают ключи от городов, которые татаро-монголы брали без намёка на сопротивление и без малейшего труда. Сейчас же кто-то из них поднимает знамя джихада на пути Аллаха. Это вселило страх в сердце Китбуги и в сердца его монгольских воинов. Прав был наш любимый посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, когда сказал «Мне была оказана помощь страхом, который охватывает сердца моих врагов, находящихся от меня на расстоянии месяца пути». То есть ещё до того, как исламская армия дойдёт до поля боя, искренняя исламская армия, которая поднимает ясное знамя исламы во имя исламы, такой армии будет поддержка в виде страха, который будет вселяться в сердца их врагов ещё за месяц до того, как они встретят исламскую армию. Кутуз да помилует его Аллах, завершал последние подготовления, выравнивал ряды, расположил правый и левый фронт на холмах, а основную силу вместе с арьергардом на южной стороне долины Айнчалут. И в это самое время, субханаллах, происходят удивительные вещи. К нему приходит огромное количество палестинских добровольцев, которые пришли сражаться на пути Аллаха. Где все они были, когда маленькое татаро-монгольское войско завоевало всю Палестину от севера до юга, вплоть до Газы, края Палестины? Где все они были несколько месяцев назад? Что заставило их выйти сейчас и почему они сидели до этого, сложа руки, дорогие братья? То, что имеет огромное значение, это пример для подражания. Урок на собственном примере. Когда они увидели настоящего правителя, молодого султана, который пожертвовал всем, что у него есть, идет сражаться на пути Аллаха, этого одушевило мусульман. В людях, братья мои, много хорошего. Клянусь Аллахом, в каждом мусульманине есть что-то хорошее. Просто им нужен тот, кто направит их. И лучший способ сделать это, это показать им собственный пример. Именно поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда был в первых рядах. Али ибн Абуталиб, да будет доволен им Аллах, говорил, когда битва разгоралась со всей силой и ситуация становилась очень сложной, мы прятались за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Представьте себе, когда сражение ужесточалось, мы прятались за посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Потому что он выступал впереди нас всех и сражался с врагами в первых рядах, да благословит его Аллах и приветствует. Об этом есть множество рассказов. К этому, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обучились и выдающиеся полководцы, личности, изменившие ход исламской истории. У Каллида ибн Аль-Валида да будет доволен им Аллах. Знаком к началу сражения было именно то, что он сам лично приступал к сражению, кем бы ни были эти противники. Именно так выглядят победоносные армии. Эти добровольцы в большом количестве хотели присоединиться к армии мусульман. Они не пошевелились до этого с Ан-Насром Юсуфом Аля-Юби. Они не ударили палец о палец любым из пустых лидеров, объявлявших джихад, намереваясь сбежать, как только приблизятся враги. Однако все они вышли вместе с Кутузом, да помилует его Аллах. Кутуз, да помилует его Аллах, посмотрел на этих добровольцев и увидел, что большинство из них не обладают опытом ведения боя и военным искусством. Поэтому он поручил им задачи по обслуживанию, такие как переброска и переноска оружия, стрел и копий, унесение раненых, подача провизии, еды и питья. За множество важных дел, которыми должна была заниматься часть искусственных воинов, теперь будут ответственны эти добровольцы, и все воины смогут посвятить себя своему делу, сражению на пути Аллаха. Даже те палестинские добровольцы, которые не могли сами сражаться или участвовать в обслуживании воинов, нашли себе достойное и похвальное занятие для помощи исламской армии. Знаете, что они сделали? Палестинские крестьяне, женщины и мужчины окружили долину Айнджалут со всех сторон и спрятавшись вместе с укрывавшимися там воинами, ждали часа битвы, чтобы, подняв руки к небу, молиться за эту сражающуюся армию и громко прославлять Аллаха, быть может он не спошлет свою помощь этой великой армии, совершающей джахад на пути Аллаха. Естественно, эта картина глубоко тронула сердца мусульман, и они действительно устремились к шагаде, к мученической смерти на пути Аллаха. Большая разница в Аллахе, дорогие братья и сестры, между тем, кто сражается до смерти, и тем, кто сражается, чтобы избежать этой смерти. Большая разница между тем, кто ищет смерти на пути Аллаха, и тем, кто воюет, стремясь остаться в живых. Мусульманские воины сражались по принципу либо победа, либо шагада, смерть на пути Аллаха. А враги сражались по принципу либо победа, либо бегство. Вот чем отличались воины мусульман от остальных воинов. Кутуз да помилует его Аллах, вел свою подготовку на 24 день Рамадана, когда услышал, что татаро-монгольская армия подошла уже совсем близко к Анджалуту. Таким образом, мы говорим о 24-м дне месяца Рамадан. В день, который предшествовал этой легендарной битве между мусульманами и татаро-монголами, Кутуз приложил немало усилий в расположение войск, их подготовке, в подготовке блестящего военного плана, используя таким образом все возможные средства, чтобы одержать верх в этой встрече. В то время как они были заняты подготовкой, к ним пришел гонец от цари Муддина Айбега. Кем был этот царь Муддин Айбег? Знаете ли вы это? И никто в исламской армии не знал этого человека. Его не знал ни Кутуз, ни его эмиры, мамлюки Бахриты, мамлюки Муиззиты и ни эмиры Шама. Этот человек не был известен никому. Тем не менее, от него пришло письмо. Что же говорилось в этом письме? Письме было следующее. Не бойтесь татаро-монгольской армии. Кулагу забрал с собой в Тибриз немалое количество умелых бойцов. То войско, которое осталось сейчас, это не та огромная армия, которая ранее покорила полмира. Конечно же, это была очень ценная информация. Она еще больше укрепила боевой дух мусульман. Далее, в своем письме он писал, «И правый фронт татаро-монгольской армии сильнее, чем их левый фронт». Следовательно, левый фронт мусульман должен был быть сильнее, чем их правый фронт, чтобы оказать достойное сопротивление этому опасному правому фронту монгольской армии. Далее он писал, и Ашраф Аля-Юби изменил свое решение. Ашраф Аля-Юби, эмир Хомса, которому Хулагу подарил Алеппе, этот эмир, который сотрудничал с татаро-монголами, пересмотрел свое решение, и он займет сторону мусульман. То есть он сделал вид, что он на стороне татаро-монголов, а непосредственно перед боем с мусульманами примкнет к их армии. Естественно, хотя эту информацию никто не мог подтвердить, и лишь Аллаху была известна ее достоверность, это также послужило воодушевлению мусульман и поднятию их по его духу. Почему именно в это время? К чему вся эта поддержка? Субханаллах. Все это было признаком того, что Аллах Аззаваджалля доволен этой искренней группой воинов, готовых сразиться на пути Аллаха. Они не знали, правда это или ложь. Но мы выясним далее, что вся эта информация правдива, и что этот царь Муддин Айбек был одним из пленников татаро-монголов, который заставил их поверить, что он будет работать на них, хотя в душе он скрывал ислам, и как только он узнал о беспристрастной мусульманской армии, он отправил им это письмо. Эту великую ночь Кутузда помилует его Аллах, а вместе с ними вся его армия провела в молитвах, мольбах к Аллаху Аззаваджалля. Я почти уверен, что Кутузда помилует его Аллах, испытывал такие же чувства, как и Халид ибн Аль-Валид, да будет доволен им Аллах, в эти ночи, предшествовавшие джахаду на пути Аллаха. Перед завершением этого эпизода приведу вам слова Халид ибн Валид, да будет доволен им Аллах, которыми он описывал самые лучшие ночи и самые счастливые дни в его жизни. Он говорил, ночь, в которой ко мне приводят невесту, которую я люблю, или ночь, в которой мне сообщают о моем новорожденном сыне, не является для меня более желанной, слушайте внимательно, мои братья, не является более желанной для меня, чем суровая морозная ночь, в которой я вместе с группой мухаджиров собираюсь на рассвете атаковать врагов Аллаха. Самыми счастливыми ночами Халид ибн Валид, да будет доволен им Аллах, являются эти тяжелые ночи, холодные ночи, где он вместе с группой мухаджиров, небольшим войском простых и слабых людей, с которыми, однако, Всевышний Аллах собирается выступить против врагов Аллаха. Это самые счастливые ночи Халид ибн Валид, и самые счастливые ночи Кутуза, да помилует его Аллах. Просим Аллаха Аззаваджалля даровать нам ночь из ночей Халид ибн Валид, ночь, как накануне битвы при Айнджалут. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему Он нас обучил. Только Он на это способен, и только Ему все принадлежит. Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Поистину, Аллах видит рабов. Уссаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.